Цена барреля нефти, вопреки прогнозам, держится вблизи максимальных значений этого года. Черному золоту оказывают поддержку падение запасов нефти в США, ослабление доллара и сильный спрос. Однако некоторые аналитики полагают, что ралли начинает выглядеть затянувшимся. Подробности в экономике дня с Андреем Лаптенком. Сейчас действительно все внимание нефти. Сегодня в фьючерсе на нефть марки Brent торговались на уровне 52 доллара 71 цент за баррель, прибавив 19 центов с предыдущего закрытия. Позитивная динамика на нефтяном рынке и снижение американского доллара на международном валютном рынке обеспечили поддержку российской валюте. Причина слабости доллара мрачная статистика по рынку труда. В ней худшие данные для США за последние 6 лет. На этом фоне курс доллара на московской межбанковской валютной бирже упал к 64 рублям 60 копейкам. Курс евро опустился до 73 рублей 50 копеек. На торгах в Минске доллар и евро уступили белорусской валюте. Доллар минус 127 рублей. Цена американца на завтра 19 680. Евро лишился 135 пунктов. Итог 22 388 белорусских рублей. Относительно белорусского укрепился только российский. Рубль плюс 1 рубль 85 копейка. Курс на завтра 308.27. Евро стали использовать реже, заявил председатель Европейского центробанка Марио Драги, оценив статистику прошлого года и начала этого года. На долю евро приходится примерно 20% международных резервов. На американскую нацвалюту почти 65%. При этом на расчеты в единой европейской валюте приходится около 30% мировых платежей по сравнению с 43% у доллара. Между тем, по словам Драги, китайский юань начинает играть более заметную роль в резервах и торговле, что делает международную валютную систему более многополярной. Постоянно действующая единая оптово-розничная площадка белорусских товаропроизводителей заработает в Москве. 60 тысяч квадратных метров российской столицы станут удобным хабом для белорусского продовольствия, стройматериалов и техники, которые дальше отправятся по всей России. Это демонстрационная площадка, но она будет уже продавать как в розницу, так и в окна. Там будет и место для индивидуальных предпринимателей, которые торгуют белорусской продукцией, и ремесленникам, и крупным предприятиям, и малым, и средним. Конечно, наша задача является втянуть в экспорт малые и средние предприятия, которые многие пока не присутствуют на рынке. Для рынка недвижимости впереди позитивный прогноз, который обусловлен отложенным спросом. Еще в прошлом году некоторые покупатели заняли выжидательную позицию, другие спешили продать квартиры по старой цене, чтобы через время приобрести их по более выгодной. Спустя год, по оценкам экспертов, страсти поутихли, а люди стали возвращаться на рынок недвижимости. Разница между малой и многокомнатными квартирами сейчас как никогда минимальна. И поэтому активность потребителей как раз связана с тем, что большое количество совершается альтернативных сделок, так называемых цепочек, то есть сделок, связанных с обменом одних квартир на другие через куплю-продажу. У меня все. Спасибо, Андрей. Это была «Экономика дня» с Андреем Лоптенком. Продолжение следует...